Порядка 24 тысяч домов в регионе признаны аварийными. Это полтора процента от общего жилого фонда. В области уже не первый год реализуется федеральная программа по переселению, но список пополняется все новыми и новыми объектами. По информации городского департамента градостроительства, только в Самаре 700 аварийных домов. Жилье обещают предоставить до начала осени. Это будет 740 квартир, из которых мы уже закупили 488 квартир, осталось закупить 252 квартиры. Мы их закупим в ближайший месяц. И до 1 августа у нас все квартиры будут переданы муниципальной собственности. Если в Самаре ситуация ясна, то к другим муниципалитетам у участников заседания есть вопросы. В отстающих по темпам переселения Жигулевск, Красноярские и Волжские районы. Например, в Петродубраве построено несколько домов, но переехать туда люди не могут. Здесь вовремя не дали отопления. В результате стены оцерели, появилась плесень. По информации Государственной жилищной инспекции, некоторые муниципалитеты вообще не подают информацию об аварийном жилье. В их числе Сызранские, Елховские районы и Тольятти. Почему у нас на территории Тольятти нет ни одного квадратного метра аварийного жилья? Но мы туда регулярно, из года в год вкладываем огромные средства с фонда капитального ремонта на вот эти гнилушки, которые надо сносить. Теперь к разбирательству подключится прокуратура. Участники заседания сошлись во мнении, что нужно усилить контроль за тем, как ведутся работы на местах. Ведь многие недочеты можно увидеть еще на стадии строительства. У нас в регионе, к счастью, все дома построены, то есть нет никаких приписок. А качество, вот здесь вопрос поднимается, вопрос качества. Достаточно много тоже претензий к подрядным организациям, которые проводили строительные работы вот в этих домах. Это Петра Дурбава, это Кенельский район у нас были проблемы. Федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья должна закончиться в этом году. Общественная палата планирует обратиться в Госдуму с инициативой продлить программу. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.